Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Отчет за вчерашний день, хотя бы кратко. Номер 124. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 13 апреля 2016 года. 124. В месяце 30 дней. Получается, что 3 месяца мы уже без пропуска. 4. 4? Ну да, 4, 3, 12. Ну да. 4 месяца даже с лишним. Что, модератор не сообщает никому, что ответы я даю теперь только в аудио? Я раньше отвечал на своем форуме. Но я не бываю нигде. Я криком пришлю, не бываю нигде. Ни на ВКонтактах, ни в Одноклассников, ни в Фейсбуке, ни в живом журнале, ни в Твиттерах разных. Там я нигде не бываю. Там странички образованы. И люди думают, что это, ну, можно сказать, что это модератор, администрация не работает или что. Я ничего не могу понять. Я отвечаю 4 месяца. И не могу с места сдвинуть. Заходите на наш форум, пожалуйста. Я даю ответы. Люди говорят, почему они дают ответы? Я даю ответы. Ну, надо считать вот эти ежедневные отчеты. Просмотрите их. Мне больше нечем заниматься, что ли. Я вот одно и то же объясняю. Ответы даю на все. Ну, если это не хульный какой-то там, тут понятно. Ну, и так видно, сколько я даю ответов. Кругом измена, трусость и обман. Прямо рядом. Договорились, работаем по совести. На днях сообщают. Там, ВКонтакте, больше ста вопросов мне. Больше ста. Один раз было где-то 300 с чем-то. Я знать не знаю. Мне бросают на форум. Я отвечаю. Теперь они перетаскивают. Ну, проще всего. Теперь я не могу печатать. Не могу. Я много лет работал на Украине-2. Слепую. Печатал книги большие, перепечатывал. А здесь другой размер клавиатуры. Это у меня всыпляется. Если я 5 минут печатаю, 5 минут надо выправлять ошибки. Две буквы тащатся. Это нельзя исправить уже. Как походка своя. Я уже от отца имею, как ноги. Такие они у меня есть. Как пальцы на ногах, как на руках, какие уши. Это уже, ну, как дактилоскопия. Это преступники пробовали выжигать у себя здесь. К ужасу, говорит. Нарастает кожа, опять проявляется то же самое. Только отрубать пальцы надо. И Господь положил печать на руку. Ее выговорит. Вон, когда уже было известно. И вот здесь отвечаю. Везде измена, труси, обман. Рядом, вокруг, особенно в церкви. Все на обмане построено сегодня. У сект разных. Видение обмирает. Все обман. Дьявол особенно шикует на переходном моменте. Обмирал такой, это христианин. Там Виктор, там христианин. Игнатий кто-то видел что-то. Что он видел-то там? Почему неному сектанту там не показано, что это не церковь? Самые дикие секты образовываются. Как? Твердое основание. Считаю, сейчас новая секта появляется. Твердое основание. А другие пишут, а у нас по-другому называются. Я говорю, как? У нас прочное основание. Ну так это одно и то же. Другая, новая жизнь. Новая жизнь у нас в районе газета выходит. Вот что видит, название сразу лепит себе. Понимаете, везде обман. И теперь, это император, когда уходил, написал, дрожащей, может быть, рукой. Его сердце выдержало ему. Вот теперь, как проклятие висит над миром. Ну и вот вопросы, прошу. Пишите на наш форум. Ну и объявление. Нужно краткое содержание дать наших роликов. Помогали? Сейчас что-то перестали помогать. Видимо, некогда. Показать, на какой минуте страница, о чем говорится. Вот прочитайте, что. И вот это у нас в аудио, на нашем сайте. Сайт. Вот он как называется, как выглядит. И вот это перевести, там книги наши, вот в это. Чтобы можно было дорога, на телефонах считать. Мне пишут, я не умею, не знаю. И поэтому ничего не движется. Ну идут занятия по скайпу. Нужны они, не нужны, бог знает. Ну вот идут. Заранее напишите. Вот пишет вся Раша. Немного. Самое мало взял. Что пишут мне в скайпе, в разных местах. Сейчас на ходу прямо заходят. Я их беру оттуда. Не успеваю даже заносить. Вот мы сейчас озвучиваем мои занятия. Проповедь можно назвать. После службы в деревне Потеряевке. После богослужения. Собирались в лагере. Я называю имена людей, которые здесь есть. В церкви это не делается, не называются имена. Златоуз говорит. И мы насчитываем сейчас вместе с Никитой. И Никита сейчас получит себе ответ на то, что как он считает. Ударение на последний слог. Как француз настоящий. От армии Наполеона видимо отстал. Считай. Михаил Домнич. Утро добрый, Гнатий Тихонович. Пора раздвигать горизонты вещания вашего канала. Например, на франкоязычную часть общества Никита Француз. Ударение практически... Никита Француз. Вот как надо назвать. Дальше. Ударение практически всегда ставят на последний слог. Французскую генетику не скроешь. Осталось выучить язык ему. За малым делом стало. Ну а как он может выучить? Вот я не знаю. Никита, будешь учить французский язык? Ну, надо будет. Буду, конечно. Ну, надо будет. Видишь, только он условия поста. А надо теперь доказать. Нужно ему лет 50 доказывать, что ему надо. Любой язык надо. Любой надо. Был один кардинал. Я могу ошибиться. Он знал 73 языка, кажется. Так пишут. А он был в приемной у Папы Римского. И приехали два аварца. Я узнал от Расула Гамзатова. А аварский там народ-то там... Зачем ему язык нужен был аварского народа? Я понять не могу. Другое дело. Китайский там, португальский, испанский, английский. И вот надо последние метры от дверей к папе на колено их идти. И подойти туфлю, конец туфли поцеловать. У православных руку поцеловать. Или отбавить плечо как-то где-то. Ну, это конец туфли. Ну, представьте, для горца, когда считается гордый народ, там, эти гордые такие они. У них все от гор. Гор гордые. И один из них и говорит, ползти. Ужас какой. Так бы с зубами отхватил его, пол туфли откусил. А тут стоит аварский язык, знает он, стоп. Так выведите их отсюда. Тут же гвардия стоит, их вывели и на прием не приняли. Если бы не он, не его знания, языка, а варского, то могло быть что-то неприятное для папы. Действительно бы, может быть, сделал какую-то вещь, которую не разрешается делать. Бывает человек бессовестный, говорит, он может сделать в церкви то, чего делать никак не разрешается. Притом запятак всего только. Так, надо будет. Никита, смотри на тебя, какая ставка уже идет. Я ведь не удивлюсь, если его чуток помучает, он расколется на языке дюма. Вот это вообще. Ой-ой-ой, Никита, ни с чем ты вышел. Вот я делаю тебе замещание, ты прими это. Не выучишь ты никогда. Да он тебе и не нужен. Да. Если будешь учить, учи китайский язык. Мы рядом живем. Будешь дежурным на вышках, на нефтевышках у них-то. Китайцы все захватят. А кто это говорит? Петр Мамонов. Петр Мамонов это говорит. Это не мои слова. Меня не надо контрреволюцию записывать. Дальше. Это ранее, когда я начинал вас смотреть. А вы в это время с помощью Божьей пытались привить французу хоть какие-то навыки социума? Большие француз, большая буква. Мне думалось, что если вы и пойдете, как мученик-то от рук Никиты. А теперь, глядя на ваш совместный труд, удивляюсь, как вы еще его не пристукнули. И вы его еще не пристукнули. Наоборот, повернулось. Видишь, как люди понимают, что нет опыта в жизни. А которые говорят, что я с тобой так, они с тобой бы занимались. Да ты век никому не нужен был. Тебе сколько лет уже? Двадцать семь. Ну, двадцать шесть лет ты приехал сюда. И вообще, как будто первый раз он родился сегодня, обтерли его, как теленка, облизала корову и выбросила, надели на него одежду. Вообще, как будто бы не жил ни одного дня. Я поэтому половичок выхлапывать, шторки закрывать. Учу всему абсолютно, как хлеб брать, где чистыми руками, где можно и немытыми. В совершенно первый раз в жизни такой человек рядом, который ничего не знает. И оказался нужным. Разбирается в электронике в этой... Что, Никита в комнате? Никита, иди, опять у меня что-то не ладится. Мне Бог дает. То у меня был тут Судников, отец Нафанаил, я романах. Теперь он размонашился, Николай Николаевич Судников. Ну и что дальше? Конечно, это я шучу. Но, как говорится в неканонической притче, в каждой шутке есть доля шутки. То есть, неканоническая, это ведь он с юмором, этот домничный, Михаил-то. Тебя и французом назвал, я... Мне нравится это, когда человек, ну, может, маленько лук этот, который гнуть-то дальше нельзя, он сломается. Иные вот, как старообрядцы, чтобы лицо суровое было всегда, брови сошлись вместе, как у Брежнева, чтобы видно было. Рот не разевает, это не американцы зыбу показывают, у русских всегда ровная линия. И вот здесь говорит, шутка, шутка это опасная штука, и в то же время такая легкая, и над самим собой, особенно еще когда посмеяться-то, это расслабляет. Один монах любил строгую жизнь, и услышал Антоний Великий, и он такой строгий, не улыбнется, и он шел через всю пустыню. Пришел, а монахи сидят на берегу, камыш шумит, и они слушают, камыш шумит. А это нельзя монаху, закат красивый смотреть нельзя, он должен думать только о страшном суде. Как она монахине говорит, у Нила жила красивейшие пейзажи. За 30 лет ни разу голову не подняла посмотреть на закат или на восход. Вот это настоящий монах. Это уже... И вот он сидит, голову опустил, и видно, что сожалеет, что пришел, ничему не научился. Антоний говорит, наверное, жалеешь, что пришел сюда. Да. Что, наверное, сейчас меня монахи улыбнулись, я осудил. Ну да. А ты кем был? Я охотником был. Значит, стрелять умеешь, а стрелять-то было лук. Он говорит, ну-ка, братья, дайте ему лук. Так он натягивает. Ну-ка, а еще, чтобы насильного стрелка более тугой был, еще, а еще. Он говорит, дальше нельзя. Почему? Сломается. Ну, так и жизнь человека. Ну, все, серьезно. Бывает, иногда нужно какое-то маленькое послабление дать где-то. Посмотреть там на птичек, на животных, кошку погладить. Как? Кошку гладить? А кто? А если это она, кошка, похоть возникнет? А как? Я когда свечку ставлю, у меня сразу нехорошие мысли приходят о половых органах. Да ты что? А свечки? Ну да, я борюсь с этим. Да даже не случайно тогда. Что уж совсем-то? На одной свечке соблазняются. Дальше уже идти некуда. Я смотрю, как мухи бывают, одна на другой, если ездит. Или собаки где, я соблазняюсь. А что? Ну, во мне какое-то такое чувство, то есть, понятно. Зачем же ты пошел в монахи? Ты тебе не избавиться от этого. То есть, понимаете, надо знать где-то. Вот он все это увидал. Конечно, я шучу. Благодарю Бога. За ваш тандем. Что такое тандем? Ну, как дуэт, типа. Дуэт. Типа. Ну, ладно. А типа что означает? Это не знаю. Это все, говорят, типа. Как бы. Это из другой терминологии-то взято. Где вот так показывают. Это, я так говорю, тоже означает какое-то половое соитие, когда так показывают. Никогда не думал даже. Знак. Дальше. Обличаясь, глядя на вас. Слава Христу. Работать и мне еще над собой. Ох и работа. Работать. Как-то и работать. Спаси Христос. В ролике «Свобода» радио Роса вы затронули тему мата. Мне в свое время Господь открыл, откуда ветер дует. Был у меня такой опыт за время общения с больными после инсульта. Ходить им очень сложно. Тем, кто совсем в лежку не лежат. Если что и говорят, не пойми что. Но матерятся чистейше без запинок и трудностей. И все время просят, требуют выпить алкоголя. О как! Спаси Господи! А, о как, наверное. О как! Француз еще. Вот сколько он сказал здесь. И французом тебя назвал. Как интересно. Это видно, что человек богатый. Богатый в разуме. Есть что сказать. Хорошо, что он зашел к нам сюда. Может быть, будет какие-то отпики делать. Уже не первый раз он здесь. Давай. Юрий Соболев. Миром, Игнатий Тихонович и братьям. Интересное, насыщенное занятие воскресное. Не хватает нашим воскресным школам, как и вообще традиции православной катехетики. Вот такого вот переложения библейских истин событий на современную обстановку. Чтобы Библия заговорила и конкретно с каждым человеком. Была обращена к конкретному человеку. Но здесь нужен педагогический дар и живой богатый опыт. Чтобы можно было показать и пояснить священное писание. На примере личном. Что вы, Игнатий Тихонович, и делаете. Но как это сделать, если нет ни того, ни другого, ни третьего? Поэтому как надо ценить, когда есть люди, которые могут что-то говорить. И все перетолковывает. Вот у баптистов, зарегистрированных в СССР, в советское время. Там был Карев Александр Васильевич. Он у них был как генеральный секретарь, что ли. Там тоже генеральный секретарь. Люди думали, один Брежнев генеральный секретарь. Там было два. Один генеральный секретарь у баптистов еще был. Сейчас вот патриарх. Патриарх то Кирилл. Так два патриарха Кирилла. У старообрядцев, новозыпковских, они провозгласили его патриархом теперь. Александр у них, кажется, Калинин. Хороший очень человек. Тоже попутно сказать. Старообрядцы, но это не белокриницкого согласия. Другие параллельные. Образовали параллельную структуру. И они его, или разрешение дали ему учиться в московском семинаре. У патриархии в академии. И все знали, что он от старообрядцев. И закончил, остался старообрядцем. Но знания у него огромные. И поставили патриархом. Они что, они препятствуют? Ну, конечно. Можно провозгласить маршалом. Но почему царь Николай был только полковником? Дальше не пошел. Не был? Не был и все. А Брежнев и маршалом стал после войны. Маршалом, четырежды героем. То есть надо подумать. При жизни сами себе памятники ставят. Смотришь, вот сейчас Жириновский поставил себе памятник. Видимо, вымеряли, какой большой. Там царетели, кто ему будет делать знаменитые и прочее. Я не осуждаю, просто понятно, какой размер-то. И вот здесь. И вот этот Александр Васильевич умер. А тогда был отделенный совет церквей. Отошли от них, которые правильно идут. Но за этим правильно пошло осуждение уже стремительное. Вот представь. Патриарх молится. Со свящами стоит. Вдруг пошатнулся. Рядом охранники поддерживают. А он обмяк, повис. И все, кончилось. Душа уже вышла. Как Патриарх Алексея Второго. Человеку 80 лет. Ну что спрашивать-то? Дед его отравили. Его убили. Его убрали. Он... Ну может и так. Ну еще уж об этом-то говорить. Когда ничего не известно-то. Я не оправдываю. Ну Патриарх повалился. Что? А это не случайно. Это его Бог убил. Он невероятно Богу молитву Патриарха был. Да откуда тебе-то известно? И баптисты стали говорить. Карев-то умер, когда писал статью против нас. Откуда известно, что писал? Когда к ним еще не попадал. Он писал проповедь. Но надо объяснить, что и Богу он не угоден. Карев. Мне разницы нет. Они баптисты, сектанты, ни церковь. Но само вот это истолкование я слышал не от кого-то. От Михалькова Ивана Андреевича. Как прекрасный баптист из отделенных. Инвалид войны, кажется, был. Но у нас какие-то отношения хорошие были. Вот Юра Михалькова в Германии. Это его сын. Тоже хороший человек. Но вот осуждение непрерывное. Насмешка какая-то. Не понимает где. И вот сегодня вот такое. С каждым человеком. Я знаю, я умру, сразу будут объяснять. Как бы я не умер, во сне Бог не дал покаяния. Если я умер на молитве, Бог не принял молитву. Артемий Веркольский. Мальчишка, 6 лет. Мать послала. Иди, тядьки отнеси. Он в лесу работает. Он понес. Гроза. Он под дерево сел. А одинокое дерево. Под него не надо садиться. Молния ударила, его убило. Ох, как толковает вначале. Богу не угоден. Мальчишка. Бог убил его. Даже на кладбище не пустили. Я убил его. Там и хороните его. Конечно, родителям неприятно было. О чем он именно виноват? Мальчишка нормальный был. Послушный-то. Ну, кто-то стоял больной. Подошел посмотреть. Да, несчастный ты человек. Ребенок. А Богу-то как не угодит. И стоит у дерева и колупает кору-то. А потом маленько в рот стал жевать. А у него боль такая. И вдруг боль прошла. Так от чего прошла-то? Наверное, от этой коры. И он дома рассказал, как паломничество началось. И все выздоравливают. Сразу переменили мнение. Выкопать его отсюда. Тащить на кладбище. На центральное место его. Все. Канонизировать. Канонизировали? Но не все же будет от коры или от песка. Где моча из-под него лежащая подтекала. С песком спешалась. Теперь с чаем разводите и пейте. Такое уже пишут. То есть ни конца, ни края нет в этом безумии. Никак не надо судить до времени, пока не придет Господь. Дофана, Верона и Коряй за отделение от церкви погибли. Вот это понятно. Это были образы для нас. Но нам-то зачем это все придумывать? И вопросы такие задают. Прямо если я отвечать буду, то я тоже в грех впаду. Я не отвечаю на это. Не знаю. Патриарх, он сатана. Два демона встретились с Папой Римским. Беспредельная дурь. Да откуда же тебе известно? Я говорю, патриарх Кирилл Гудяев. Ничего не сделал нового в этой встрече. Католикам уже все предано. Такие же бритые. Посмотрите на Осипова. От католик настоящий. Хотя и говорит как бы против католиков. Бритые в галстуке. Масон. Галстук это масонский признак. Чего вы снились-то? Я патриарху Кириллу нужна помощь молитвенная. Его монахи сейчас заедают. Моя позиция совсем другая. Не судите никак. Не канонизируйте, не анапиме не предавайте. А где это известно? 1 Коринфян 4.5. Доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Судит помышление намерение сердечное. А мы этого не знаем. Считаем дальше. Поэтому и научение наше мало жизненно. Ибо нет живых примеров. Вот. Нет. Вот у меня Бог дал большой опыт жизни. А так Бога зависел. Как я в армии был. У меня все необычное. Я вот сейчас объявляю всем. Смотрят мужчины. И вы свои спросите. Скажите. В советское время кто-то служил? Я 39-го года рождения. Служил. Ну кто-то служил в ракетных войсках. И одновременно, чтобы быть и в военно-морском флоте. Быть. Мне Бог отодал. Ну а было ли так, чтобы увольнители давали не на час, не на два, а на целый год? И ты совершенно, независимо ни от кого, срочная служба. И ты ездишь без него. У кого это было? У меня это все было. И мне звание рядовой. Сразу старшину дали. Это не бывает. Я говорю, у кого было или не было. Бывает, не бывает. Тем более я не учился. Я не военный. Это Бог делает так биографию. Я везде ездил. А почему? А что это такое? Я был поставлен на должность. Техник, смотритель, воинские здания, ракетных войск Дальнего Востока. Вот такое полное название моей должности было. Я ездил, определял годность зданий, какому офицеру пора менять и проще. То есть мне начальство доверяло на 100%. А так как я занимался языками в это время, английский, французский, немецкий, испанский, мне нужно было встречаться с людьми, которые знают. В Хабаровс доезжая я сразу в общежитие, институт иностранных языков. Вот как Бог делает. Вот если было такое, а там можно самому сделать? Нельзя. Биографию Солженицыну нельзя составить никому и никогда. Офицер военный и вдруг арестовывается, гулаг, заболевает смертельно раком, выписывает, лауреат Нобелевской премии, высылает, обратно возвращается, сын Хрущева не возвращается. Кто уехал, конец, а тот возвращается и тут решает, и о чем пишет. Вот ее нельзя составить биографию. Меня очень часто Солженицыным называют, я приезжаю, мужики, о, Солженицына привезли к нам. Поэтому, видите как, моя биография чуть-чуть похожа, чуть-чуть. Вот как меня Бог избрал, как показал, так и здесь. И поэтому надо прислушиваться, кто это говорит. Да, мою биографию не составишь. На этом опыте я показываю любое местописание, как его на сегодняшний день понимать, конкретно, сегодня и для меня, лично для меня. Что? Остается одно. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вот так. Ну, спрашивает меня мой близкий друг, крестник мой, еврей, обратишься в моем доме, Борщаков, отец Наум Израилевич. И вот сейчас я выставляю, в аудио переводим занятия 123, с Никитой насчитываем их. И вот там, кажется, разборка называется. И вот отец Наум говорит, где это? Дай мне в Борде. Мне надо, я готовлюсь к проповеди взять. Проповеди, нужно сказать, эти занятия непростые. Посмотрите. Я смотрю на них, как будто они даже не мои. Настолько там много всего. Это и Библия, жития святых привожу, каноны церковные, творение святых отцов и опыт жизни, литературы и современные события. 90-е годы было. Их будет 123 ролика таких. Я ему отвечаю. Где это? У тебя же есть все мои книги. В 10-м томе, открытым окном, дается оглавление на странице 742-744. Какая тема из 123 тем и в каком томе? В том же томе в оглавлении и найдешь страницу на 210 моих проповедей. Вот. На 210. Тут 123 темы, на 210. У меня много проповедей. Там, 1300. Это малая часть, которую сохранили, записали. В аудио, в видео стали записывать. Кое-что записано вот в книгах моих, 1300 проповедей. А остальные ушли уже бесследно, их не найти нигде. Проповеди необычные. Епископы когда читают, они буквально отшадывают. Это где вы берете? Я говорю, ну против? Да нет, конечно. Я жил со самым строгим епископом, архиепископом у Орловых. А Орлов теперь Никита Пиокисович, митрополит в Лос-Анджелесе. И он все мои материалы смотрел и одобрил. Архиепископ Антоний там был, Сенкевич, фамилия его. Ни в одном материале моем, ни в одной строчке не нашел противоречие священному писанию. Он бывший начальник, кажется, миссии или просто работал в Иерусалиме. Вот это, которое, ну немного, я даже не успел сюда перенести. Ну вот сегодня посмотрим, что тут пишут. Ага, вот такая есть, патриарху Кириллу соборно тут. Вот, теперь посмотрите, где первая страница наша. Вот она где. Вот первая моя страница, видите, здесь. Вот один Сергей Буровко. Порсятся там друзья. Я ему написал, ну поставь фотографию-то свою хотя бы где-то. И что-то он пишет, я не знаю, сейчас ругается, он говорит, что я открою. Посмотрите. А открою, я даже не знал, что он отвечает. Что он отвечает. Вот он, как. Что? Нет, так это, это нет новых сообщений. Ну это дальше, считай. Что смотреть на мое фото? Что и какая-то девица, борода до усы, вот мои особые приметы. Дальше. Не могу прочитать, пишет, сообщение скрыто автоматическим антиспанфильтром. А там он пишет, а другие. Я скажу, прими меня в друзья, тогда твое прочитаю. Ну не считаешь, а не считаешь. Я пишу на это. Если наяву вам кто-то будет предлагать дружбу по телефону и назначить встречу, и вы пришли, а там или сканер, или сверь некий, или нарисованный пейзаж, машина. И никаких данных о том, почему над тобой так сосмеялись. А вот в интернете это можно себе позволить. И уже вошло в глупейшую моду. Перед Богом каждый есть личность, имеет свое лицо и прочие индивидуальные данные. Так что подобные насмешки на предложение дружбы, пусть даже виртуальные, обратите сами на себя. Что и вам также будут предлагать под видом дружбы любую смятую бумажку, храм или даже икону щурта. И кого вы ведете к себе, отнеситесь к дружбе серьезнее. Этим рассуждением я вас не отталкиваю, а приближаю. Может быть мы будем еще настоящими друзьями, так полезны друг для друга во Христе Иисусе и в деле спасения наших бессмертных душ. Я не привык, никак не привыкну, что люди ни имени не показывают, ни откуда. Говоришь в пустоту. И почему мне в жизни за 75 лет скитания по земле не пришлось ни разу, ни единой бумажки выпустить. Без личной подписи и без указания своего точного адреса. Тем более в моем мире, на форуме или сайте и во всех публикациях. Не в укор говорю, а просто в недоумении. Кому отвечать-то? Мои телефоны на каждом столбе в городе можно было прочитать. Ставьте свое фото и анкету заполните. И снова сделайте запрос о дружбе, если видите в ней необходимость и пользу. Я каждому это говорю. Каждому. Вот фото без темных очков. Вот теперь посмотрите, что. Вот Михаил Куденцов прислал мне. Что он прислал здесь? Это что? Это от меня книги он выписал и получил. Спаси Христос, пишет. Вот лежат мои книги. Это уже у него. О, я не знаю, кто-то, жена, сестра там его книги держит в руках. Видите, какие книги? Все книги, 30 томов и разного цвета все. Это очень интересно. И дальше что? Вот она по-другому их сложила. Пащечками лежат они. Видите как. Говорит. Новый человек. Он какие-то книги выписывал. А сейчас вот так. А теперь все остальные выписал. Это наш форум. Кто пишет? Вальдемар Харт. 65 лет. Германия. Хильбран какой-то. Уважаемый Игнатий, если вы назовете мне хотя бы одно место Библии, где сказано, что воскресенье называется святым днем, буду вам признателен. Адвентист седьмого дня. Видите, для чего он говорит? То есть ему хочется знать, а может быть просто... Ну, обычно, когда не принимают истины, и говорят, что это Константин, князь, он сделал воскресный день праздничным днем, на самом деле должна быть суббота, и то другое. Нет этого указания. Прямого указания нет. Нигде в Новом Завете не написано, что нельзя жениться на родной сестре, на матери. Нет этого. Но однако же вы их соблюдаете. Я думаю, и в Германии еще это не разрешают. Инцессы все эти. Много есть. А где вы нашли то, что человек бритый был? Я прямо скажу. Где вы нашли? Где? Ну, если вы христиане, ну посмотрите на Христа. Посмотрите на всех своих, которые основатели секты этой. Они были с бородами. Посмотрите, Чарльз Пержин как выглядит. Фридрих Энгельс, Карл Маркс. Ну, посмотрите, какие бороды у них. Я делаю дальше. У Карла, говорю, Маркса поменьше борода. У Ленина клинышка. У Сталина одни усы. А у Хрущева и на голове уже ничего нет. И все один за другим так стоят. Ну, вот теперь я буду спрашивать вас. Никак Буон. Видно, что он говорит, что Атвентий седьмого дня. Молодец. Седьмого дня. АСД. АСД. Вот я таким отвечаю. Господь сказал, творю все новое. В это верите. Теперь просто, он не может отвечать. А ну, к нему сказать. Он должен согласиться. Да, так. Потому что было так, а я говорю. Если, допустим, человеку было сказано. Ты каждый день должен делать вот это. Наконец отец говорит. А отныне, а я говорю тебе вот так. Тебе в школе говорят так. Никогда не молись. А я говорю, каждый день молись, сынок. В школе говорят, оставайся здесь. Вот будем здесь заниматься. После занятий ставить сцену. Ну, тебе будет роль отведена домового. Хвост приделаем. А папа сказал, не участвовать в этом. А я говорю тебе, сынок, не делай этого. Прилипнет хвост, не оторвешь. Так и здесь. Господь говорит, а я говорю вам. То есть, это новое. Все ветхозаветнее. Написано, было тенью будущих благ. Тенью. Хотя евреи понимали это буквально. Барашек на что указывал? Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теяна 11.9. Ну, это верите? Ну, так написано. Ягненка вложили на жертвенника. Или его в руках держали, как шашлык, и на вертилях крутили? Нет, на жертвенник. А жертвенник на что указывал? Дальше начинается уже все. Как будто мозги засохли. А что он указывал? Ни на что не указывал. Но ягненка закололи. Теперь Авраам его кладет на жертвенник. Ну, клал-клал или нет? А при чем тут? Ну, просто ответьте по-простому. Клал. Христа положили куда? На крест. Аппараты тут что-то есть. Да не что-то, это жертвенник. Вы считаете, 30 глава Исхода говорит. И освящай жертвенник 7 дней. И кто прикоснется к нему, осветится жертвеннику из камней, облитому кровью ягненка. А крест – это жертвенник Сына Божия, пропитанный кровью его. И он не святыня. Тогда начинает говорить. Но если бы вот тот крест, который там был на Голгофе, тогда бы мы почитали. Начинает уже по-другому. Ну, давайте так. Я признаю Евангелие, но если рукой Матфея написан на свитке, я признаю. А копию я уже не признаю. Ну, что за рассуждения-то детские такие. Так вот. Суббота что говорил? О чем? О покое. Суббота – покой. Шаббот. Ну, да. А где покой был? Получили? Нет покоя. Остается субботство для народа Божия. Суббота указывала на воскресенье. Ветхий Завет все указывало на то, что будет выше. Кровь ягненка на кровь Христа. Вот там написано были скрижали, их нету. Скрижали называли, это Слово Божие. Слово Божие – кто? Сын Божий. Вначале было Слово, Слово Бога. Скрижали где лежали? В ковчеге. Христос где был? Во щеме Девы Марии. Дева Мария – это ковчег. Так, вот теперь истина пришла. Бог ищет поклонников в духе истины. В духе поклонялись пороки. Да, а в истине? Нет, не в истине. В образах. В истине только в Новом Завете. В духе и истине. То есть духовное принятие того, что Бог дает невидимое для глаз. Но в истине это соприкосновение со Христом. Мы Христу прикасаемся реально в причастии, только больше нигде. У сегтантов таинства нету. Жизни нету. Тела Христова нет. Они не проповедуют. Говорят, у нас только воспоминания, преломление хлеба. И виновен против хлеба. А тут написано, не на Сойна причащается, против тела виновен. У них тела-то нету. Теперь, вот это заблуждение, которое Ульям Миллер дал, а потом Елена Уайт раскрутила, суббота, она повлекла за собой дальше. Мы говорим, а Христос-то где был, когда умер? А где он был? Так он в преисподнюю сходил. А с чего вы взяли? Ну, считайте, 1 Петра 4,6, 3,21. Ну, сойдя в преисподнюю, благовестовал умерших. Для чего проповедано было? Так эта земля вот эта называется преисподней. И все? Эта земля только преисподней. Мы в преисподней живем. Понимаете дальше? Им не надо, надо показать, суббота, спил уже сатана на этом. Теперь я даю точные данные, что Христос на кресте был, его сняли, положили в саду аримопейском, где Иосиф аримопейский снял, в гробницу положили, а душа сошла в преисподние места и проповедовала там. Нет. Поэтому они доказать не могут. А преисподней нету. Они стали его уничтожать. Он никуда не сходил. Да как же ад же будет? И ада нету. Да как же нету, когда написано. И в день и ночь, во веки веков, мучиться будет, отойдите в муху вечную. Нет, это не будет. Понимаете, за этим что стоишь? Чтобы субботу оправдать? Я говорю, ну душа-то где была? Душа? А души у человека нету. Так можно что угодно доказать. Значит, от таракана человек не отличается ничем. Душой сошел в преисподние места. Поэтому суббота потянулась за собой отрицание души, отрицание преисподней, отрицание ада. Здесь слишком много стоит. А если это есть, то Христос трудился, проповедовал. И закончил труд, почил, воскресенье. Он воскресенье воскрес. И воскресенье это праздник. У нас вот одна из адвентистской семьи стала ходить, стала православной. Она говорит, папа мой, как взбесился. Что попало делает? А жил в деревне. Он говорит, не работает. Как только воскресный день, Пасха особенно, он навоз начинает вытаскивать. А зачем? Я назло тебе делаешь. Назло делает. Он даже не скрывает этого. Первый пасхальный день возится с навозом. Почему? А Господь сказал, Когда женщина рождает, терпит скорбь. А когда родит, не помнит себя от радости. Когда Христос воскрес? Они будут, говорит, в печали. Но печаль ваша будет радостью. А у мира наоборот. Что Христос воскрес? Они забегали, деньги дают. Скажите, что украли для нас день радости воскресенья. Не седьмой день, а первый день недели. Почему? Первый день недели – начало творения. Новый Завет – это творение нового мира. Духовного, райского, возвышенного, небесного, вечного. И поэтому прямого указания нет. Нету. Вот я скажу, бороду не брейте. Ничего не получится. Почему? А вокруг люди по стихиям мира. Застегни рубашку, не будет. Жена в таком виде, как будто бы ты ее вытащил из-под идеала только. Оденься. Почему они без плотка? То есть по порядку видно, вы ничем не отечаетесь от мирских. Ну сами посмотрите, возможно ли это? А нам в Новом Завете о волосах не сказано. А мужчина растит волосы бесчестия. Жена стриженная, а растит волосы бесчестия. Зачем она бесчестия у тебя? Зачем? Что-то там кинула, ведьма ноги закрыла. Там, видно, даже голая есть. И даже нужды никакой нету. Вот и ответ. Вы мирские люди, и вам нечего доказывать. По стихии мира живете. Вот мой такой ответ. Ну и дальше у нас что есть? Есть православный видеоканал. Вот здесь у нас 4300. 4300 наших роликов. Чужих здесь нету. Здесь все есть, найдете. Каждый день я выставляю 5-7 роликов. Вот. Теперь вот это я не показал. Надо было здесь, наверное, показать быстрее. Где у нас форум какой? Показать. Как он выглядит. Вот наш форум. Посмотрите. Заходите, регистрируйтесь, сюда пишите ответы. Вот здесь новое сообщение. Вот я показываю зелененьким. Покажи крупно. На него нажмите и сразу на первую страницу. Вот она, первая страница. А страница не одна здесь. Здесь 1580 тем. 1300. А потом это общий поиск. Нажмите, поставьте слово в рамочку и найдете любую тему. 1500 тем. Это огромный, огромный форум. Очень умно составленный. Легко искать по тематике. И здесь точно так же. Вот внизу здесь написано главное. Вот я сейчас нажму главное. Смотрите. Главное. А для чего? А вы увидите, что здесь есть. Здесь жития святых. Вот они. Каждый день выставляются в аудио. Я их начитал в 80-е годы еще. А теперь один добрый человек их выставляет на каждый день. В аудио. Жития святых. Ну, оно по одному выставляет, там больше. Он их выставит, ну, допустим, 360 дней. Все. А их-то там 1173 жития. Вот столько можно было роликов выставлять. Вот. Ну, и это я уже показал на наш. И, кроме того, у нас есть еще сайт. Посмотрите, как он выглядит. Тяжеловесный. 50 книг аудио. Архипелагула, значит, там, Библия. Вот Новый Завет с полным толкованием. За 2000 лет такого не было. За 2000 лет. С откровением по всем святым отцам. С опровержением сектантских толкований. Вот адвентистам седьмого дня надо зайти здесь, а не книги эти есть. Вот я сейчас нажал их вот здесь. Вот стою я с книгами. Скачать три тома. Три тома Библии. Вот оно здесь и есть. Все книги на одной. Притом, если все книги, вот я открою сейчас, нажал все книги. Вот опять же Новый Завет. 33 тома открытым оком по 752 странице. Ну, симфония, на неканоические книги, на жития святых. Еще неизнанные четыре книги у меня, стихотворения. Четыре тома, вот они, по 800 страниц. 3467 моих стихотворений. Ну, издать никогда не издать, поэтому так уж показал и проще. Вот снова я возвращусь немного. Хотел показать еще, вот пришло у меня сегодня сколько. Вот что мне пишет? Кто это? Алексей Матюшин. Казахстан. Что пишет он? У нас женщины собираются мыть иконостас на алтаре. Можно ли это делать? Можно это делать. С этой стороны в алтарь не заходить. Если женщина чистая, то есть нет кровотечения, то есть нет месячных. Вот тогда можно в это время, если она очищена, попросить благословения у батюшки и проще такое. Вот, что тут Симон пишет? Не знаю, что-то. Так это ссылка выше там. А что такое? Люди и демоны, это Морозов. Я это считал, люди и демоны. Книга такая и есть. Ну и дальше тут много, что тут написано. Что тут? Патриарх Кирилл готовился. А, ну дальше вот здесь надо посмотреть. Ого. Это я не считал даже еще. Что такое? Это стихотворение. Стихотворение? Ну все. Вот сколько сегодня мы нового только начали говорить. Ну на этом можно сказать все. Краткий отчет. Или показать сколько хорошего было. Вчера у нас считали полный канон Андрея Критского. Раз такое бывает в году. На пятой неделе поста в среду. Ну у нас вечером молятся. Сегодня четверг. Это единственный раз в году делает развлечение в пище. Кто молился вчера, самое трудное, длинное там устарабляться до тысячи поклонов. Земных поклонов. Это очень трудно. Разрешается растительное масло сегодня. И вот вчера. Вот эти две. Дай-ка сюда. Под подружникам. Да. Слава Иисусу Христу. Проверяю. Вот смотрите. Вот это канон Андрея Критского. Покаянный канон. Я его перевел на две ступени. Те же самые события. Все. И называется Благодарственный канон. Вот он как. Вот оно все здесь записано. Крупно. Считать. Вот. А третье это первое покаяние. Второе благодарение. И третье словословие. Высшая ангельская ступень. Вот. Канон славословия. Мы сделали. Переплели. Это Игорь Добунов. Ну я чтобы не таскать. Он считается на первой неделе. За четыре дня. Четыре дня. Первое. Подельник. По четвертый. Я не унесся в шкаф положил туда. Ну и знаю что они там лежат. Что думаю на пятой неделе ходить за ними. А положи. Приходит вчера Игорь. Добунов ведет чтение. Прибегает. Кто там. Володя или кто говорит. А нету там. Я говорю как нет. Она лежит там. А там написано. Не прикасаться к моим вещам. Там у меня и лагерные документы. Там всего. Но люди берут. Не прикасаться. Пошел сам. Пришел. Перебрал. Нету. Второй раз. Четыре раза по листику. Бежать обратно. Нигде нету. Значит кто-то взял. Кто. Я уже догадываюсь. Кто это мог взять. Но не стал говорить. Кто взял. Зачем взяли. Хотел батюшке звонить. Но там. Я написал не трогать. Никогда не прикасаться к чашим вещам. Это абсолютно недопустимо. Наконец тот человек приходит. Слушай. Ты брала или нет? Да я брала вот. Не раньше. Не позже. А именно последнее воскресенье. Когда я уже после этого не проверяю. Все лежит на месте. Она вытащила в другую комнату. Что-то надо посмотреть. Забыла. Там завалили другими книгами. Нигде ничего нету. Нам надо молиться. А в душе в это время все. Главное молиться. А книг то и нету. А без книг то мы православные. Нам нужны материалы. Все читать. Своими. Ну канона нету. Вообще ничего нету в руках. Народ собирается. Ничего нету. Вот это она мне подала под ножку. Начинаю говорить. Да я забыла. Зачем брать. Когда написано не прикасайся. Я же говорю не прикасайся. Зачем ты Ева потянулась за этим. Ева говорит не прикасайся. А нигде этого не написано. Считается так. Видимо Аврааму сказано не вкушай. И когда Ева потянулась по троге. Она сказала не прикасайся. Вот видимо отсюда она ухватила от Адама. Бог то ей отдельно не дал запрещение. Вот вчера. Вот ночь прошла. Вот такое у меня было искушение. Прямо искушение настоящее. Начинаю выговаривать. Ну зачем же делать и так. Вот мы работаем здесь. Получил я это место. Собрались люди. Инструмент принесли. Доски шкурят. Сарай делаем. У меня топор. Работает еще 4 топора. Большая работа. Дом надо обшить. Бац. Топора нету. Все проискал. Нету. Пошел по всем. В другом конце. Работает один человек. Гляжу мой топор. А зачем ты взял? А я гляжу он стоит. Ну рядом то работает старик. Почему ты у него не взял то? Почему у меня то взял? Вот обязательно у меня возьмет. Я хожу теряю время. Я руководитель здесь. Отвлекаюсь маленько от работы. Возьму топор уже утащили. Притом это у меня часто-часто такое бывает. Я пришел разделся. Мою одежу нельзя даже перепутать. Она другая одежа моя такая. В заплатах. Скажи ты нацепил на дело ушел. Я только дома. Гляжу что-то маленько давит меня. Пузо то убери не будет давить. Зачем ты надел то? Я дома только увидал. Ну мог ты позвонить то? А я хожу. У меня ничего нет как Пахомия Великого. Заменили ему братья. Там полдня перебирает одежду после стирки. Мне моя удобно это. И вот везде. Что бы я ни делал. Подходит. Лепится ко мне и мешает. На полшага где-то. В сторонку или как-то. А то я просто говорю. Что помолились об этом. Меня в искушение вводят. Этим самым. Ну и вот и все. На этом. За один день. Богу нашему слава.